Потом будет общение, чаепитие, поэтому у кого есть время, желание общаться, пожалуйста, вы можете остаться. На этой неделе у нас произошло такое неожиданное происшествие. Погиб отец Александр Жданович, его задавило дерево. Мы точно не знаем тонкости, упало дерево и человек погиб. Такая нелепая смерть. Но слава Богу, что перед этим за несколько месяцев Александр ездил в Белоруссию и вместе с Олей Ждановичем они проповедовали своим родителям. И отец согласился произнести молитву покаяния, примирился с Богом. Ребята реально были свидетельствами того, как он пережил любовь, что его глаза засветились и потом он стал жить с Господом. Сегодня уже прошли похороны, его звали Евгений. Александр получил откровение в полете. Сегодня это письмо я зачитаю. Письмо откровения. В общем, я взял слово, это пишет Александр Жданович, после батюшки, прямо на кладбище и пошел и прочел письмо и молитву покаяния со всеми. И люди повторяли. Многие повторяли. Было, наверное, человек 50, если не больше. Я хотел бы сегодня прочесть письмо, которое брат получил в полете. Как в отце на жизни важно знать. Откровенное письмо написано на высоте, над облаками, в размышлениях. Пишет Александр Жданович. Я так и назвал сегодняшнее слово. Это письмо откровения. Я не очень люблю летать, но я люблю период, когда летишь над облаками. Я буду говорить помедленнее, чтобы Нелли успевала переводить. Я благодарю Бога за то, что болгары к нам начали приходить, и мы обязаны обеспечить перевод. Это действительно непередомаевая красота, которая создана не руками человека, а руками Бога. Для меня перелет в облаках – это прообраз красоты, который будет там, на небесах, в раю. Когда я смотрю на эту красоту, на моих глазах часто накатываются слезы. Даже сейчас, когда я пишу этот текст, в моих глазах слезы и радость. У меня сейчас очень странная ситуация. Мне всего 32 года, и на днях ушел мой отец. Тот, который родил меня, который вырастил и благословил. Ушел с этой земли, но я знаю на все 100%, куда он ушел. Он ушел в рай, он ушел к отцу, к небесному отцу, он ушел к Богу. Это моя вера. 100%. Другого варианта нет. Я поясню, почему. Так получилось, что в том году мы планировали с командой по бизнесу и детьми лететь очередной раз в Доминикану. Но не полетели. Почему-то решили съездить в Беларусь к родителям. И сегодня я понимаю, почему. Почему так произошло, это был Божий план. После того, как мы пробыли в гостях перед самым отъездом, мы крепко обнялись с отцом. Я сказал, что я его очень сильно люблю. И мы помолились. Он согласился принять молитву и проговорить ее. Спасибо супруге Ольге Жданович, которая поддержала меня и настояла на молитве. Да, мы помолились, и его сердце наполнилось Божьей любовью и Духом Святым. Он примирился с Господом Иисусом Христом. Его имя, Евгений Жданович, стало записано в книге жизни. Да, той самой книге, которая находится в руках всемогущего Бога. Мой отец был интересным человеком. У него было очень большое отцовское сердце. Смирение и забота. Он действительно был отцом. С таким добрым и большим сердцем. На самом деле, очень мало людей я встречал на пути, но они есть и не единицы. Мой отец не любил споров, не любил ругаться, выяснять отношения. Он удалялся от этого. Все покрывал любовью, со смирением. Глуша какие-то невзгоды в глубине сердца. Да, он расстраивался, но любовь перевешивала все. Он был ответственным человеком, который всегда готов прийти на помощь. Многие его таким запомнили. Знаете, его сердце настолько было спокойно, что в детстве он не мог наказывать меня особо. Обычно меня ругала мама. Он очень любил заниматься земледелием, сажать перцы, помидоры, новые яблони. Может быть, поэтому я тоже люблю дома сажать цветы. Я прекрасно помню те моменты, когда мы с ним играли в футбол, баскетбол, ловили рыбу. На реке ездили на ночную рыбалку. Любимая фраза моего отца была, что бы ни произошло, надо продолжать жить. Ведь то, что происходит в жизни, это не конец. Нужно просто продолжать жить, подниматься и идти выше. С одной стороны, печально, что я не увижу его больше здесь на земле. Прилетев завтра домой, не обниму, не смогу спросить, как дела. Я очень хотел бы, чтобы родители к нам приехали в гости на море, в наш новый дом, но не дождался. Печально, что не успел исполнить свою мечту. В этом году я хотел купить ему новую машину, уже начал присматривать, но не успел. Потому что мы не можем на 100% знать, что будет через год, через один месяц. Мы не можем знать, что будет завтра. Мы не можем знать, что будет сегодня. Такова жизнь, это мгновение. С другой стороны, я очень рад, и в сердце моем радость, потому что именно прошлым летом, в 2018 году, я ему подарил больше, чем машину. Я подарил ему Евангелие, Новый Завет, благодаря которому его душа спасена, и она в раю, а не в аду. Спасение души дорогого стоит. Душа бесценна, ее не купить. Либо она будет вечно мучиться в аду, либо она будет свободна в раю. И даже свечки не спасут, даже хорошие дела не спасут. Только личное, личное примирение с Богом. Через молитву, через жертву Иисуса Христа. Уже конец, немножко терпения. Душа и дух – это то, что вас связывало с этим человеком, отсюда и те эмоции, которые вы с ним переживали. То, что вы запомнили, долго будете помнить в глубине своего сердца. Душа – это не тело. Тело – это прах. Душа бесценна, потому что, поэтому за нее сегодня идет духовная война. Логически это трудно понять и принять, не видя своими глазами, но это можно сделать сердцем. Для этого надо прийти к Богу и поверить. И буди всякий, кто призовет имя Господне, имя Иисуса Христа, спасется. Книга Деяния, 2 глава, 21 стих. Очень важно, друзья, пока мы на этой земле, позаботиться о том, куда пойдет душа. Пока есть время. От этого вам хуже не станет, но от этого зависит многое. Это ответственность и личный выбор каждого. Кто хочет обрести мир в сердце и спасти свою душу, прочтите, пожалуйста, вместе со мной сегодня эту молитву. Лучше вслух. Можете рядом с теми, кто сейчас с вами, я поделюсь с вами той самой молитвой, которую поделился с Отцом, которая дает спасение и открывает ворота на небеса, после которой люди меняются, и их жизни меняются вместе с ними. С любовью, Ваш Александр Жданович, письмо написано на высоте, над облаками, в память о моем отце. Я хотел бы предложить вместе с вами прочесть сегодня эту молитву, которую сегодня произнес наш брат Александр на похоронах своего отца. Неожиданная нелепая смерть. Отец Небесный, если сможете, повторяйте вслух. Я прихожу к Тебе в молитве. Я прошу Тебя. Прости мне все мои грехи во имя Иисуса Христа. Я верю Твоему Слову. Я верю, что Иисус Христос, Божий единородный Сын, страдал лично за меня, был распят за меня на кресте, умер за меня и на третий день воскрес. Я принимаю Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Иисус, вводи в мое сердце Духом Святым. Освяти меня. Руководи моей жизнью, моей семьей, направляй меня. Благодарю Тебя за то, что Ты принял меня таким, какой я есть. Сделай меня таким человеком, которым Ты хочешь меня видеть. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хотел бы еще сегодня прочитать благодарственное письмо Ольги Ждановича, потому что для них это было настолько неожиданно, что Оля была на конференции в Москве, она была вынуждена быстро полететь в Минск на похороны. Александр даже не думал лететь в Минск, потому что двое маленьких детей. Но мы сказали, что детей мы возьмем на себя. И он улетел тоже в Минск и успел на похороны, слава Богу. Оля написала, простите, я знаю, что вы молитесь за нас. Александр пишет о детях. Да, поговорил с Лешей. Леша 8 лет. Леша понимающий относится, много размышляет. Обнялся со мной перед дорогой и слезы наворачивались. Но я сказал ему, что наш дед с Иисусом, и это хорошо. Леша сказал, что плохо, когда дети вырастают, то родители уходят. Пусть и им придет мир в сердце во имя Иисуса Христа. Спасибо вам. Я не знаю, что бы с нами было без церкви. Никого не слушайте. Наша церковь Христова. Аминь. Сегодня я хочу открыть только одно место из Писания. Это написано во втором послании к Коринфянам, в первой главе, в третьем стихе, с третьего стиха до седьмой, включительно. Апостол Павел пишет, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христовое, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы и скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, которые и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении». И вы знаете, я хотел бы сегодня только одну мысль провести, так, красной нитью, о том, что, конечно, хорошо и приятнее намного радоваться вместе или смеяться со смеющимися, но я бы хотел сказать, что мы как церковь не должны пропускать те моменты, когда мы нуждаемся в поддержке друг друга, когда у кого-то несчастье, когда у кого-то горе, потеря близкого человека, эти моменты, они на самом деле бесценны. Наша поддержка, она дает намного больше единения, чем когда мы радуемся друг с другом. Именно по этой причине, которая написана во втором послании к Оримфинам, когда мы претерпеваем скорбь, тем больше наша скорбь, тем больше приходит утешение от Святого Духа. Святой Дух по Священному Писанию, по Евангелию назван Духом-Утешителем. И Иисус Христос, Он может утешить любую боль, любую скорбь, любое горе, потому что Он пережил самое страшное страдание, самую страшную скорбь, самую страшную боль, боль всего человечества. И Он как раз-таки может нас утешить. У Него только есть такая любовь, у Него только есть такая благодать, у Него есть тот елей, который может исцелить наши раны сердечные. И поэтому, конечно, слава Богу, что есть церковь здесь, в Варне, где мы можем получить утешение, где нам могут объяснить по Писанию, что какая бы у тебя не была скорбь, Иисус Христос знает твой скорбь и может тебя утешить. Для того, чтобы после того, как ты получил утешение, чтобы ты также мог утешить и своего близкого, своего брата, свою сестру, тем же утешением, которым ты получил во Христе Иисусе. Пусть Бог нас обильно благословит. Давайте мы еще склоним наши сердца перед нашим Господом, Господом нашего утешения. Помолимся. Слава Тебе, дорогой Господь. Спасибо Тебе за Слово Твое. Спасибо Тебе за то, что Ты не только в нашей радости, Ты не только тот, кто дает совершенную радость, которую, как написано, никто у нас не сможет отнять. Ты также в наших скорбях, Ты в наших ранах, Ты в нашей боли. Ты даешь нам безграничного утешения в своей любви. Только Ты можешь исцелять самые глубокие раны. Только Ты можешь воистину утешить нас. Только в Тебе мы получаем исцеление. Дай нам прямо сейчас просто принять утешение от Тебя. И мы благодарим Тебя за то, что мы получили эту способность сносить бремена друг друга, как написано, как Ты нам повелел. Это одна из заповедей Твоих. Сносить скорби друг друга. Переносить боль вместе друг с другом. Потому что мы одно тело. Если болит один палец, один мизинчик, с ним страдает все тело. Если болит глаз, с ним страдает все тело. Спасибо Тебе, дорогой Господь, за силу Святого Духа, с помощью которого мы можем перенести любое испытание, любое искушение. Мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя нашего Господа Иисуса Христа. И народ Божий скажет, если согласны, скажите, пожалуйста, Аминь. Сегодня у нас короткое служение. Давайте мы просто помолимся за пожертвование. И потом одно короткое объявление, и мы пойдем вместе на общение. Будем общаться. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь. Господь, благослови, Господь, очень наше финансовое служение. Мы хотим Тебе служить, именно Тебе, Господь, служить также своими финансами. Спасибо.